Приветствую вас! Я думаю, что прежде чем переходить непосредственно к толкованию вашего сновидения, да, прежде чем переходить к характеристике сновидения, я думаю, что стоило бы возведить вас в азы и работать с сновидениями, и чтобы вы вообще понимали, как это правильно делать, ну, по крайней мере, с точки зрения психоанализа. Дело в том, что сны — это работа подсознания, работа ваших желаний, работа ваших чувств, которые в реальной жизни могут быть под запретом, ну, по тем или иным причинам, да, вот. И, соответственно, нужно понимать, что анализ вашего сновидения, в принципе, невозможен без... определения вашего эмоционального фона, вашей жизненной позиции, ваших успехов, ваших неудач, вашей экзистенциальной позиции, ну, то есть определённой такой, скажем так, жизненной позиции, вот, которая имеет место быть, да, ну, то есть, либо может, либо имеет место быть, вот. И, соответственно, только после этого, только после этого можно говорить о том, что ваше сновидение как-то будет, ну, проанализировано, да. Значит, что происходит? Значит, за две недели, за две недели до сновидения, то есть, вот, все две недели, что были до сновидения, нужно анализировать. Для чего нужно анализировать? Чтобы увидеть, понять, что с вами происходило в жизни, вот, ну, до этого финала. Чтобы увидеть и понять, какой у вас был эмоциональный фон. Чтобы увидеть и понять ваши переживания по поводу событий, вот, именно событий в вашей жизни. И уже на основании этого иметь представление о том, что может, ну, из себя представлять ваше сновидение. Второе. Профессиональное толкование сновидения предполагается, что каждый элемент сновидения есть значимый аспект для человека. Что это, опять же, значит? Что это значит? Значимый аспект для человека. Это означает, что каждый элемент сна, каждый элемент сновидения, значит, имеет какую-то важную роль вашей жизни. То есть, вот, каждый элемент сновидения обладает каким-то наполнением для вас. Вот. И это наполнение вами, вами самим не всегда видится. А точнее, не видится. Ну, то есть, вы, вы можете этого не видеть, и это, в общем и целом, это, вполне нормально. понять, понять, что скрывается за, собственно говоря, объектом, за каждым объектом вашего сновидения, можно только через изучение ассоциативных цепочек. например, например, две девочки или знакомые. С чем они ассоциируются у вас? Допустим. Да? Да? То есть, какие чувства они у вас вызывают, эти, эти девочки? Ну, или, скажем так, эээ, скажем так, наличие, наличие девочек. Да? Какие чувства вызывают у вас? Какие чувства вызывают, эээ, например, цвет ее волос? Одна голубая, другая фиолетовая. Да? То есть, у одной голубые волосы, у другой фиолетовые. Вот. Какие чувства вызывает этот аспект? Вы говорите про, эээ, значит, эээ, красный, красную пожарную башню. Да? Эээ, водонапорную. Тут тоже нужно ассоциировать, эээ, проследить ассоциацию. Вот. Какие они у вас? Ассоциации, связанные вот, эээ, с, эээ, с, эээ, ну, с башней. То, что они есть, я даже не сомневаюсь, но какие? Понимаете? Вот это, на мой взгляд, эээ, то, что, тоже нужно изучить и, и изучить обязательно. Потому что, ну, иначе, иначе, просто, то, что будет, да, иначе любое толкование сновидений, это, просто, наполнение личным, эээ, по смыслам психолога, получается. Вот. Я надеюсь, что, эту мысль вы, также, уловили, и постарайтесь ее понять. Вот. Потому что, ну, это важно. Это важно. И вот, уже на основе эмоциональных и ассоциативных цепочек, эээ, можно будет, составить, картинку, эээ, того, ээээ, что именно для вас значит этот сон. И что он означает? Исходя из того, что, я, я, прочитал, исходя из того, что, я, увидел, эээ, я бы, выделил, эээ, несколько, эээ, важных моментов. Я бы, обратил, эээ, ваше внимание на, эээ, такие аспекты, в своей жизни. А, как, например, аспект социальный, аспект, эээ, карьерный. Эээ, я бы, обратил внимание, эээ, ваше, на, аспект личностный. То есть, эээ, ну, вот, эээ, как у вас дела в личной жизни. Наконец, эээ, я, я, я бы, обратил внимание на аспект индивидуальный. На вашу, эээ, экзистенциальную позицию, на, ваше, эээ, представление о, эээ, о себе, если можно так, выразиться, на ваши, цели, на ваши, потребности, и, желания. Потому что, все, что вы описываете, эээ, можно интерпретировать, ээээ, ну, вот, эээ, достаточно, ээээ, эээ, в достаточно, ну, в достаточно определенном, ээээ, контексте. Вот, у вас это, постоянно какая-то борьба, у вас это, эээ, постоянная какая-то угроза, ээээ, постоянный, скажем так, запрет, эээ, на, ну, на что-то, да. Ээээ, вот, и это, конечно, не может быть, ээээ, безосновательно. Ээээ, не может быть безосновательно, подобный аспект. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на эти вещи. Я специально не говорю сейчас ничего конкретного, чтобы вас не избивать, во-первых, во-вторых, чтобы вы не думали чего-то такого, может быть, плохого, да, вот. Я специально не говорю ничего конкретного для того, чтобы вас не озадачивать раньше времени, вот. Но я настоятельно рекомендую обратить внимание на эти шферы, шфер, для того, чтобы, может быть, инвентаризировать их, может быть, увидеть наличие проблем каких-то в этих сферах, и тогда, может быть, вам станет чуточку яснее, чуточку понятнее то, что с вами происходит. Я думаю, так, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.